Здравствуйте, дорогие друзья, любители стоковой фотографии. Сейчас я вас буду так приветствовать все время. С вами снова фирма Петельсун и я Игорь Петер. Воскресенье в 7 часов утра. Я на работе. С какого рожна? Ну, я вам уже говорил, что мне два выходных это слишком много. И тем более, что сегодня приедет один клиент и мы будем с ним фотографировать амулеты, которые, к сожалению, вам не смогу показать. Но до его приезда еще где-то три часа и поэтому мы с вами сейчас чем-нибудь таким интересным займемся. И начнем мы с небольшой закатки. Что общего между бутылкой Глинтвайна, как называют его в России или Глю Вайн, как говорят, то есть пылаще что-то такое вино и огнетушителем. Не знаю, как вам, мне кажется, вывод напрашивается сам собой. Все, что пылает, надо тушить. Но, естественно, не свое вино. Я вам скажу, что я сегодня хочу сделать. Я хочу сегодня попробовать снять огонь. Потому что, вот, а потом уже сделай композицию с кружечкой дымящегося этого Глинтвайна. Сзади такой огонь как будто от камина идет. Понимаете, ассоциация такая, может быть, там, я не знаю, удастся, что за камина сделать. Ну, навряд ли. Но ассоциация будет. И дымочек такой сделать, да. И вот для этого мне нужно сегодня потренироваться, сфотографировать огонь. А так как мы с вами находимся в моей абсолютно сухой, теплой и очень легко возгорающейся студии, где бумага, где, я не знаю, все, тряпочки тут, пенопласты, все, 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 что может, тут будет гореть. И поэтому я сегодня взял свой огнетушитель и буду, если что, тушить. И у вас будет очень интересное видео, как Эдуард бегает с огнетушителем и пытается спасти свою студию. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Поэтому давайте мы с вами сейчас этим и займемся. Огонь снимать. Очень интересно, я думаю. Я никогда не снимал. Но я думаю, это интересно. Это вообще, как бы, как бы, может быть, как заставка где-то. Где-то использоваться, допустим, в каких-то композингах, да, то есть вам нужен этот огонь. И зачем вам ходить в интернет, где-то брать, то ли разрешено, то ли нет. Давайте сделаем свое. Я думаю, у вас таких огнетушителей нету, но если вы за рулем, то у вас должен быть огнетушитель. Я помню, по правилам российским еще, не Советского Союза тогда, всегда искали вот эти вот гаишники, искали у меня огнетушитель, которого, конечно, не было, и меня все время за это наказывали. Вот здесь этого нет, но предусмотрительные немцы покупают такие маленькие огнетушители. И вот поэтому, пожалуйста, обязательно запаситесь перед тем, как начнем. Вы у себя дома, и я у себя в студии. Окей? Поехали! Итак, с чего начнем? Ну, поблизости поставим. На столе он нам тут не нужен, огнетушитель. Так, глувань тоже пока нет. Я взял бензин такой зажигалочный, хочу попробовать с ним. И вот такое у меня есть черное стекло. Но, дело в том, что если у вас нет черного стекла, то сгодится любое. Подложите под него черный ватман, и все. Так, теперь что еще я хочу сделать? Я хочу сейчас взять вот этот свой штативчик. Кстати, вы помните эти штативы, да? Я купил музыкальный штатив, не музыкальный, а для микрофонов. Самые дешевые там что-то, 10 евро всего. Они не очень хороши для серьезных микрофонов, потому что разобьются. У меня отсюда камера, вернее, вспышка уже упала однажды. Я понадеялся. Поэтому, вот, такие штучки будут вам очень сильно помогать. У меня их, по-моему, 4 штуки, если я не ошибаюсь. И я буду этим очень часто пользоваться. Поэтому, если у вас будет возможность, то купите. Он в процессе наших вещей будет пригождаться. Или что-то сделаете, там, из гардин, или еще чего-нибудь. Я знаю, что русские люди, они люди смекалистые, рукастые. Вот. Поэтому для вас не будет проблем. Вот здесь я сейчас повешу кусочек бархата. Велюра. Он у меня уже 8 лет, и постепенно, видите, от него отрезаю, отрезаю, отрезаю. И постепенно он вообще уже уменьшился. Надо новый бы купить. И, конечно, вам не помешает в нашей работе и сегодняшней, и в следующих. Вот такие прищепочки. Я их покупаю в обе. Это для стойлеров, в общем-то. Они свои деталюшки перед склеиванием таким образом закрепляют. Ну, а у нас поможет очень хорошо вот тут. Бархат, он намного лучше, чем любой другой материал для фона черного. Потому что он как бы проглатывает этот свет. И только немножко подальше его, чтобы огонь его не зацепил. Так, подготовились. Так как я не курю, и спичек у меня нет, я сейчас пойду искать какую-нибудь зажигалку, поджигалку. И мы с вами сразу же и начнем. Теперь, что касается параметров камеры. Давайте посмотрим. На 200 выдержка и диафрагма на 16. Потому что я буду пытаться... Так, ребята. Потому что я буду пытаться снять неразмазанный огонь сначала. Так. Вася, блядь, то есть баланс белого стоит на автоматике. Другого мне пока сейчас не надо. Вот так. Все приготовления закончены. Перед тем, как мы начнем фотографировать примерно, поставьте там, в то место, где вы будете наливать бензин, ту же, баклажечку. И сделайте на ней автофокус. И тут же отключите его. Потому что на пламя вам будет трудно фокусироваться. А сейчас у нас фокусная... Фокус находится прямо вот здесь. Это надо сделать до того, как. Вот. Нашел такую. Вся в хозяйстве. Еще работает немножко. Отлично. Ну-с, дорогие друзья. Пробуем. Наливаем сюда бензин. Полосочку такую. Так. Отжигаем. Фотографируем. Смотрим, что получится. Опа! Ну, ребят, я вас поздравляю. Мы так быстро справились с этим делом. Что я прямо очень доволен. Смотрите, какая хорошая, красивая картинка. Так, давайте побольше сюда нальем, чтобы у нас побольше огонь был. Так. Смотрим в лилипутик. Отлично. Просто отлично. Ну, а теперь давайте сделаем уже серию снимков. А потом выберем то, что нам нравится. Да побольше. Подаем масло в огонь. Ну, вот. Я даже не думал, что так это с полпинка такие вещи получаются. Довольно-таки симпатичные. Ну, вот, дорогие друзья. После того, как мы с вами довольно-таки быстро и, я думаю, удачно справились с поставленной задачей. Я даже не ожидал, что так это с полпинка все пойдет. И у меня осталось время для анонса. Итак, я вас спрашивал, чем мы прежде всего займемся. Ну, что я хочу опробовать свою первую идею вот с этими пузырьками и так далее. Я поискал таблетки аспирина, слишком дорогого удовольствия. А вот витамин С, я думаю, вполне его заменят. Купил тоже вот витамин С. Гораздо дешевле. И вот тут я вам сейчас покажу поближе немножечко. Есть такая лампочка. Я вчера в обе увидел лампочку. Она вся такая цветная, цветящаяся, еще внутри крутится. То есть, создает такой праздничный фон. И что я решил? После того, как я сделаю свой этот буль-буль-буль-буль-буль, мы с вами начнем делать новогодние дигитальные открытки. Я думаю, что вы абсолютно правы, говоря о том, что сейчас тема Нового года очень актуальна. Правильно? Потому что потом это будет поздно. Все остальное, там, лук, картошку, цветочки и так далее, можно снимать уже чуть позже. В преддверии этого или после Нового года. Да, я думаю, что мы еще и до Нового года успеем. Такими темпами идем. И поэтому мы с вами сейчас будем запасаться шариками, какими-то бэкграундами и так далее. И снимать в этом ключе. Мало того, у меня есть еще один секрет, как сделать снег. И мы им обязательно воспользуемся. Интересно? Оставайтесь с нами. Делайте с нами. Делайте как вы. Делайте лучше нас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok